Девочка-пай 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 Внимание, внимание! Говорит курган славы! Да здравствует 9 мая! Праздник великой победы! Дорогие соотечественники, земляки, уважаемые ветераны и гости нашего города! 72 года назад, в весенний день 7 мая 1945 года, был подписан предварительный протокол капитуляции фашистской Германии. 8 мая в Берлине состоялось подписание окончательного акта безоговорочной капитуляции. Германия признала себя побежденной! А утром 9 мая 1945 года на всей территории нашей страны со всех радиостанций Советского Союза прозвучало установить 9 мая днем всенародного торжества, днем победы! Так наступил Великий день победы! Великий праздник великого народа! Великой страны! Дорогие наши ветераны! В нашей памяти навеки сохранятся Ваше мужество, Ваш светлый облик, Ваши горячие сердца! Вы шли на смерть во имя грядущей свободы, грядущей победы! У Вас была одна цель! Победа над силами зла и жестокости! Победа над фашизмом! И эта цель была достигнута! Слава Вам, дорогие наши ветераны! Славные солдаты Отечества! Привите наши сердечные поздравления! В праздничный митинг 9 мая мы посвящаем Великому празднику победы тем, кто мужественно и упорно, не щадя своих сил и самой жизни, в жестоких боях сумели отстоять свободу и независимость нашей Родины! Уважаемые ветераны, дорогие десногорцы! От всей души поздравляю Вас с Днем Победы! 9 мая – День гордости нашего народа за беспрецедентный подвиг славного поколения, которые, не жалея жизни, защитили Отечество! Сегодня, в мирное время, мы чтим и помним тех, благодаря которым можем спокойно трудиться, радоваться жизни и воспитывать наших детей. Благодаря им, нашим героям, отдавшим все силы для победы, мы строим планы на будущее и можем спокойно думать о завтрашнем дне. 9 мая – наш всенародный праздник! Вечная память и слава всем, кто пал на полях сражений, кто трудился в тылу и поднимал страну из руин, кто верил и ждал. С Днем Великой Победы! Мира Вам, радости и благополучия! Мира Вам, радости и благополучия! Вот уже 72 года, как закончилась Великая Отечественная война. 72 года над нашей Родиной и мирное небо. Благодаря радному подвигу наших доблестных солдат, трудовому подвигу тружеников тыла, была одержана убедительная победа над фашистской Германией. К сожалению, в наше время появляются псевдоисторики и псевдописатели, те, кто пытается на свой лад перекроить историю Великой Отечественной войны и умолить успехи русского солдата в победе над фашистской Германией. Но, уважаемые друзья, нам не нужна их история. Мы помним заветы наших отцов и дедов. Любить и охранять нашу Родину. С нами всегда бессмертный полк. Перед нами всегда живые страницы истории Великой Отечественной войны. Мы чтим память павших. Желаем здоровья нашим ветеранам. Мирного неба нам над головой. Добра и счастья в каждую семью. С праздником вас! С Днем Победы! Дорогие ветераны, примите самые теплые и самые искренние пожелания. Доброго здоровья, бодрости, духа, оптимизма, счастья, благополучия и мирного неба над головой. С праздником! С праздником Великой Победы! Мы молимся в эти дни горячо от наших дорогих ветеранов и просим вас, живите и оставайтесь подольше рядом с нами, потому что вы и являетесь этим самым живым олицетворением подвига и доблести нашего народа. И всем нам я желаю оставаться народом, который от наших великих предков унаследует этот несгибаемый дух, и всегдашнюю способность к подвигу ради жизни нашего Отечества. С Днем Победы! От имени и по поручению наших фронтовиков я поздравляю с 72-й годовщиной Великой Победы. Желаем счастья, здоровья и благополучия. Всего вам доброго! С Днем Победы! Страна сегодня отмечает Победы, праздник всех людей. Мы не забудем вас, солдаты, Вы дети Родины своей. Победа, 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 Снова звучит как на ваг. Слава героям, слава героям, Слава тебе, наш солдат! Шестой год подряд в этот день во всех городах и селах нашей Родины формируется Бессмертный полк. Эта масштабная акция стала народной частью Парада Победы и объединила в своих рядах более 15 миллионов человек. Кого мы будем благодарить за подаренную нам мирную жизнь? Кого будут помнить наши дети и внуки? Чтобы никогда не прерывалась живая связь времен? Чтобы никогда не ушла память о павших бойцах? Поднимите выше их фотографии в победном строю. Пусть все видят их, пусть помнят. Ведь мы их дети, мы наследники великой победы. Победы человеческая память, время не властно над ней. И сколько бы лет и десятилетий не прошло, люди снова и снова будут возвращаться к нашей победе, ознаменовавшей торжество жизни над смертью. Помолимся ко Господу о покаянии душ всех, кто пал на поле брани. Помилуй нас, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ищем молимся о покаянии душ усопших рабов Божьих, вождей и воинов на поле брани жизни своей, за веру и отечество положивших. И о еже проститесь им всякому согрешению, вольному же невольному. Вечная память павшим на полях сражений и всем ради победы, лишившимся жизни. Сирень – это символ весны, светлого праздника. Это память о тех, кто защитил нашу страну в Великой Отечественной войне. Это символ победы. Всероссийская акция «Сирень победы» на территории нашего города реализуется с 2015 года. И высадка кустов продолжается каждый год в этот день. Дорогие десногорцы, у вас есть замечательная возможность принять участие в акции и посадить в свою «Сирень победы». Холодно возглавляют ветераны Великой Отечественной войны. Великой Отечественной войны. КОНЕЦ КОНЕЦ